Главная мировая тема – тяжелейший конфликт между Парижем и Анкарой. В понедельник Сенат Франции, несмотря на протесты Турции, одобрил таки законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. Теперь документ направлен на подпись президенту. И, по словам источника в Елисейском дворце, Николя Саркази, скорее всего, ратифицирует закон в обычно установленные сроки, то есть в течение двух недель. Решение Сената вызвало шквальный гнев Анкары. Очевидно, что в отношениях между Францией и Портой, которые складывались столетиями, неожиданно возникла трещина, грозящая перерасти в пропасть. Если раньше на международной арене Анкара и Париж всегда выступали солидарно, то теперь Франция встала на пути Турции в Евросоюз. Что сейчас? Из Парижа весьма неожиданный репортаж Асии Емельяновой. Печатать приглашение на такой праздник – большой грех. И места заканчиваются сразу. Вся община здесь – дети, старики, женщины на кухне. А пуфт по-армянски – бастурма. Жажек обязательно будет. Но первые на этом армянском празднике стоя поют Марсельезу. Во втором, в третьем колене и только родившись – это граждане Франции. В маленьком Альфорвилле у всех одна похожая семейная история. Выжил только я, бабушка. Чудом спаслась мама. Я сегодня скажу спасибо Франции. Этот законопроект, прежде всего, французская победа – это же их инициатива. В 20-х годах свою новую жизнь армяне строили на болотах. Морем, паромами, через Марсель. Сюда плыли те, кто уцелел, искал мир и работу. Мужчины жили в подвалах, поднимая Альфорвиль. Постепенно перевозили семьи. Детей здесь все воспитывали одинаково. На памяти об общей трагедии. 24 апреля 1915-го. Памятник жертвам геноцида мэрия поставила в центре города, рядом со школой. А что ты дочери говоришь? Я дочерь не говорю. Она спрашивает, а кто была моя бабушка? Как ее звали? А как она погибла? Скрывать историю от детей, правильную историю – это, я считаю, преступление. Особое отношение к армянам во Франции – историческая традиция. Армянским купцам давали особые привилегии. Последний армянский царь Лузиньян покоится здесь, в королевской усыпальнице Сан-Дени. Первое французское кафе в 17 веке открыли армяне, музыканты, певцы, политики. Сегодня гордость Франции. Шарль Азнавур, Мишель Легран. Окончание Ян на вывесках бутиков напротив Лафайет в самом центре Парижа. Адрес, где в Париже можно купить правильную похвалу, все тот же. Девятый округ, метро Кадет, Рудет-Ревиз. Армянский кварталчик, конечно, почти растворился. Знаменитый книжный напротив закрыт. Лавочки, мастерские, магазин ковров Бакерджан переезжает. Сегодня здесь больше надписей на русском и иврите, но армяне все еще живут. Это общие для всех места для ностальгии. Церковь Янна Крестителя, построенная меценатом Монташевым, открыт с тех времен армянский центр. Ресторан-легенда для Деамантер. Здесь у каждого был свой столик. Сегодня за обедом чаще услышишь французский, но община сохранила язык. Выходят две газеты, журналы и даже армянское радио. Вещает на всю Францию из Альфарвиля. Как дома я могу чувствоваться только в Армении. Но во Франции я чувствую в той стране себя, где мои права не ущемляются, где право человека ценится. И я в знак благодарности являюсь, как говорится, верным гражданином Франции. Закон, по которому даже сомневаться в геноциде преступления, Николя Саркази, скорее всего, подпишет. И хотя за документ голосовали все, даже его противники, социалисты, это его личный предвыборный бонус. В 2007-м обещал, в 2012-м сделал. Держать слово и быть жестким всегда полезно для рейтинга. С одной стороны, это завоевывает для Саркази голоса огромной, почти полумиллионной массы как раз французов армянского происхождения. И также это и немножечко делает, может быть, какой-то жест в отношении антиисламских настроений в целом в французском обществе, учитывая, что межэтническое положение в связи с колоссальным количеством мигрантов из Северной Африки, ну, не всем там, прямо скажем, нравится. Что не нравится французам и чего так боится Европа, может увидеть каждый. Если отрудить ревиз в армянском квартале, пройти всего две улочки вниз, в квартал турецкий, а потом заглянуть на бульвар Делла Шапель. И это тоже Париж. Официально никто не скажет, но историки уверены, это шумиха вокруг закона о геноциде, дипломатический скандал, Европе на руку. Это еще одна отсрочка, вступление Турции в Евросоюз. Есть закон, а есть реакция Турции, были личные угрозы президенту. Это зашло так далеко, что остановило, если не сказать убило, перспективы Турции войти в ЕС. Даже если будет жалоба, а Турция уже работает с сенаторами, для армянской общины главный документ Франция приняла в 2001-м, признав геноцид. В 2003-м здесь поставили памятник. Два года назад сквер, в котором он стоит, назвали Ереванским. Аси Емельянова, Евгений Лагранш и Ирина Кудесова. Бесни недели. Париж. Так будет ли франко-турецкая торговая война? Вот на самом деле главный вопрос. Кризис разрастается стремительно. Премьер Турции Раджеп Эрдоган грозит Парижу санкциями. Назвав принятый документ заказным, Эрдоган заявил о том, что подготовлен план ответных мер. Чуть позже пресса узнала детали. Что сделает Анкара, если закон все-таки утвердит Саркази? Итак, Турция, скорее всего, понизит уровень дипотношений и отменит все визиты премьера. Дальше проливы в Черное море для французских боевых кораблей могут быть перекрыты, а самолеты ВВС Франции не получат разрешения пересекать воздушное пространство Турции. Санкции коснутся и автопрома. А ведь большая часть всех Рено и Пежо собирается в Турции. Под угрозой тендеры в энергетике, где активно работают французские компании. Кроме того, уже сейчас покупатели в Турции начали бойкотировать такие крупные торговые сети, как Ашан и Люра Мерлен. Все это действительно может привести к масштабной торговой войне.